Константину Петрову 53 года и у него золотые руки. Он заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы и один из лучших армрестлеров мира. На чемпионате мира появляются такие страны, которые на Европе не видишь. Американцы, норвежцы, то есть турки тоже были, на Европе их не было. Ну и, соответственно, конкуренция была довольно мощная, поэтому адреналин в зале гулял такой, что, конечно, страшно было отчасти. Кажется, что почти все титулы завоеваны, но Константин увлечен и ставит новые цели – помогать развитию спорта. Сейчас в Приморье существует краевая федерация армрестлинга. Возможность встретиться и помериться силами появилась у местных силачей по инициативе Константина и его товарища Романа Ермоленко. С Романом Ермоленко мы создали эту федерацию, то есть именно за здоровый образ жизни, чтобы молодежь привлечь, потому что это малобюджетный, как я говорил, вид спорта. Для него сравнительно немного нужно. Это пару гантелей, стол для борьбы, можно в любом дворе его поставить. Ну и мы за развитие спорта, и поэтому принимаем участие во всех мероприятиях, которые город проводит. Армрестлинг – спорт зрелищный, но не затратный. Для тренировок нужен всего лишь один соревновательный стол. Зато у Константина тренерский талант. Его ученики уже метят в чемпионы. Ну стараемся развивать, и вот нам удалось в этом году съездить на первенство в России и на чемпионат. То есть два человека попали в сборную России. И сейчас мы отправили человека на всероссийский турнир, лучший у нас на Дальнем Востоке, Юрченко Сергей. Вот он сейчас 11 апреля будет выступать в Омске. Ну хотелось бы, чтобы их было гораздо больше, чем больше спортсменов, и ставка идет на молодежь. Вот хотелось бы вот это подрастающее поколение подготовить и уже с ними выезжать на подобные мероприятия, то есть на чемпионат и на первенство России. Спортсмен посвятил себя воспитанию подрастающей смены чемпионов, активно устраивает соревнования. В планах организовать городскую федерацию армрестлинга совместно с Управлением физической культуры и спорта Владивостока. Екатерина Зверева, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.